В городском Доме культуры прошел зональный этап краевого фестиваля подростково-молодежных объединений «Нам жить в России». Показать свое творчество, рассказать о своих клубах по интересам, к нам приехали 15 районов. Чем живет и дышит сегодняшняя молодежь, узнали наши корреспонденты. На несколько часов городской Дом культуры стал центром молодежной жизни края. Сюда приехали представители 15 районов, чтобы рассказать о деятельности своих творческих объединений. Театральные и танцевальные кружки, клубы по интересам вокальной студии, добровольческие и патриотические объединения, спортивные секции. Одним словом, кубанская молодежь ведет активную творческую жизнь и приглашает всех желающих присоединиться к ним. Мы представляем любительское объединение «Мир наших увлечений». Основное наше занятие – ДПИ. Мы занимаемся актерским мастерством, делаем разные поделки, участвуем в конкурсах. И создаем выставки, помогаем труженикам тыла и участвуем в жизни нашей станицы. В файле Дома культуры ребята разместили стенды, рассказывающие об их деятельности, а также подготовили мини-презентацию о своих клубах и объединениях. Мы приехали из Красноармейского района, станица Старо-Нижность и Блиевская. Мы приехали с программой «За здоровый образ жизни». Наше любительское объединение «Молодая гвардия» называется. Мы «За здоровый образ жизни» и хотим это всем рассказать. Вот на этом конкурсе победили в Красноармейском районе. И вот теперь приехали на зональный этап. И тут представим свою программу. Свою большую творческую программу ребята демонстрировали уже на сцене городского Дома культуры. Но перед началом выступления всех собравшихся поприветствовал начальник управления культуры Дмитрий Решмидт, который подчеркнул значимость пропаганды здорового образа жизни и пожелал участникам ярких творческих выступлений. Очень приятно, что именно наш район выбран местом проведения зонального этапа краевого фестиваля «Нам жить в России». Это говорит о том, что сегодня наш городской Дом культуры наполнен сотнями горящих глаз, сотнями плотких сердец. Это очень здорово, это заряжает по-настоящему энергией. И это значит, самое главное, что у нас, у нашей страны есть будущее, замечательное будущее. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы сегодня приехали. Я желаю вам всем большой удачи. В любом случае, вы все победители. В зональном этапе приняли участие более 250 участников подростково-молодежных клубных любительских объединений. Открыло большую творческую программу выступления славянского клуба любителей театрального искусства «Бенефис». В своих выступлениях команда демонстрировали основные направления. Ребята пели, танцевали, показывали сценки, агитировали за здоровый образ жизни, показывая своим творчеством, что плохим привычкам есть прекрасная альтернатива. Главная цель фестиваля – это активизация работы клубных подростково-молодежных объединений по пропаганде здорового образа жизни, привлечения несовершеннолетних, в том числе и находящихся в социально опасном положении, к занятиям в кружках, секциях, формирования активной гражданской позиции подростков и молодежи. И выступающие на сцене ребята успешно справились со всеми поставленными целями и задачами. Они доказали, что кубанская молодежь – активная, творческая и инициативная, и готова взять на себя ответственность за будущее своей страны. Анна Монастеренко, Георгий Кринин, программа «События». Мы молоды и полны сил. В нас, юных жителей страны, столько задоров, столько слелых дерзаний. Это нам, молодым, стоит сделать Россию краще и еще лучше. Это нам употреблять могущество нашей Родины. И мы – будущее России!